Название озвучивать не буду, поскольку все видели. Я просто хочу отметить, что в последние десятилетия, вы сами это знаете не хуже меня, что отдельные направления науки становятся все более инвариантными, то есть неизменяющимися. И особенно вот эта неизменность научных взглядов появляется в таких научных дисциплинах, как древнейшая история человечества, мифология, геофизика, палеонтология, радиоастрономия в рамках проекта СЭТИ, эволюционная биология, животного мира, человека, медицина, имеется в виду физиология мозга, и физика в части религистской механики. И вот декларируемые этими научными дисциплинами вот эти догмы, что человек это единственное существо на планете, что развитие человеческого социума всегда проходит приболинейное и без внешнего вмешательства, незыблемость теории Дарвина, конечной скорости света, отрицание проблем аэрокосмических феноменов и современных контактных ситуаций с ними связанных, все вот это в комплексе действительно очень мешает дальнейшему развитию не только указанного дисциплина, но и, естественно, и смешанного. И вот создается впечатление, что догматика, указанная в научном направлении, со временем становится как бы защитной реакцией науки на новые вызовы окружающего мира, в том числе и на нашу с вами. Вот идеологи, господствующие научные парадигмы, как будто не понимают, что консерватизм и догматическая отрешенность науки сами провоцируют возникновение альтернативных или, так сказать, ненаучных точек зрения. Поэтому затронутые догматизмом научные ниши являются альтернативными взглядами и идеями. И вот мы с вами, как носители таких альтернативных взглядов, действительно порой генерируем идеи, которые противоречат основам научных представлений, но и, соответственно, требуют к себе нетрадиционных подходов. И вот сопоставление современных научных догм с новыми взглядами и гипотезами, в общем-то, и будет являться основным содержанием моего доклада. И еще одно важное замечание касается основного принципа современной науки, которым мы сегодня будем следовать постоянно. Это, так сказать, доказательность. И, к сожалению, этот принцип, сегодня отданный на откуп этой самой догматике, и ни одна из современных научных догм, о которых мы будем говорить, не может похвастаться исчерпывающей доказательностью своей истины. Вот начнем с нами всеми любимой древней истории. Один из главных постулатов заключается в том, что современное человечество первое и единственное на планете. И догматичность вот этого постулата заключается в отрицании существования на Земле и в далеком прошлом неких технологически развитых цивилизационных формаций, знания и представления которых почасов граничат, действительно граничат, с нашими современными знаниями и технологиями, и даже где-то в чем-то их превосходят. Такое вот огульное отрицание всего этого приносит путаницу с собранными историками артефакты и загоняет самих же академических исследователей в некий логический тупик. То есть существуют находки артефактов со следами высоких тесновых, объяснение которым без привлечения гипотезы от технологических развитых цивилизаций нам приводит к обсуждению. Вот парадокс. Например, есть и в том числе не в одном из землянья найденные фрагменты древних складов, но объяснить их происхождение невозможно, поскольку датировка их, хотя бы самая приблизительная, говорит о том, что в то время на нашей планете были только примитивные племена с дубинами. Или другой пример, о чем хорошо сказал правильный Георг, что есть гигантские обработанные блоки, есть мегалитические сооружения из них, но археологи действительно не могут даже приблизительно смоделировать этот процесс возведения этих сооружений, в том числе и пирамид, хотя бы с применением тех самых примитивных инструментов, которые, по нашему мнению, вернее, по мнению альтернативной академической науки, должны были делать рабы с помощью вот этих инструментов. И к слову, что пирамида, построенная рабами, не служила исключительно для захоронения фараонов, наверное, в эту версию сейчас верят только в Советии и Птолги. Из этого нерешенного парадокса вытекает второй постулат официальной истории, что развитие пра-цивилизации может быть только прямолинейным, но не цикличным. С другой стороны, мы знаем, еще со школы, что появление первых людей датируется официально 2,4-2,8 миллиона лет назад. Но из-за концепции исключительного линейного развития отрицается сама возможность существования пра-цивилизации в этом диапазоне, и уж тем более ранее времена. Хотя еще ни кем не доказана возможность в непрерывном развитии человечества на протяжении тех же самых трех миллионов лет или более длительных периодов. Однако эта недоказанность в науке по умолчанию до сих пор принимается как аксиолог. Такая же отрицающая вся и все постановка вопроса очень выгодна для официальной науки, действительно выгодна. Если в существовании древних традиционных формаций не доказано, то и не означает беспокоиться. Хорошая позиция. И нельзя упомянуть еще о странной позиции лингвистов, фольклористов по отношению к культурному и мифологическому наследию. Вы допустим, те же геоптологи, фомерологи, майонисты, баясловисты полагают, что результаты эти шифровки, то есть прочтения древних текстов, должны быть, то есть для непонимания нами с вами как не специалистов, просто интересующихся людьми, предварительно истолкованными специалистами, то есть ими же самими. Представляется, что такой подход действительно выдуман лингвистами и фольклористами потому, еще потом подкреплен с этими книгами и статей в научных популярных изданиях, чтобы непосвященные, то есть мы с вами, воспринимали только то, что хотят до нас занести сочинители этих правил, то есть толпы современной науки. Поэтому любое прямое, дословное, бестолкование, прочтение, понимание лиги и мифов высмеивается теми же лингвистами, как непрофессиональный подход. И получается своего рода игра в науку, где любой сторонний специалист по лингвисту, в области лингвистики, но человек, умеющий думать, сравнивать, сомневаться, автоматически получает почетное звание либо дурака, либо неуча, либо дилетант. Но с другой стороны, мы с вами не толкуем же труды Ньютона, Кептера и Деми Греча, не философа, а читаем их работы и понимаем так, как они написаны. И вот ярким примером такой игры является трактовка текста, сами знаете, вот этот носоломый, знаменитый в храме надписи в Полянке. Так вот классик расшифровки текста в Мае Гудеев расшифровал надпись на могильной плите, как «Юноша, сидящий в маске чудовище, вероятно, одновременно олицетворяет собой человека, которому суждено бы один прекрасный день вернуться в лоно земли, и Маис, зерно которого, чтобы прорасти, прежде должно быть погребено в землю. И дальше идет еще 15 срок, времени терей на него не будет. С другой стороны, нетрадиционные историки трактуют это изображение по-другому. Как древний летательный аппарат с реактивным двигателем. Историки утверждают, что на надгробной плите, изображение, которое напоминает якобы Маис, его надо рассматривать вертикально, а представители альтернативной истории рассматривают его в горизонтальной ориентации. С одной стороны, такая позиция понятна. Почему? Да потому что скреп с этим носоломым космонавтом был открыт в начале 50-х годов. В то время археологи вообще не представляли, что такое космическая ракета, так и земных аналогов, проживающих Пау-2, в общем-то и не было. В принципе. Сейчас археологов в институтах тоже, к сожалению, не учат сравнительному генерал-анализу, сделанному на код. Но не будем забывать, что те же археологи, иптологи, и другие специалисты по языкам и культурам в настоящее время не могут переводить древние тексты с точностью до 100%. Например, надписи на языках Маи по периметру надгробной плиты Попоянки переведены только на 44%. И еще очередной постулат, который остается вне критики, это точка зрения геофизиков. Про историю закончить, начать геофизику. На нашей планете происходят только медленные и постепенные древние территории. Возможность глобальных, быстро протекающих катастрофических процессов земной карьеры геофизиками практически сводится к нулю. Ведь было же альтернативное учение Кювье, глобальных катастрофических явлений на нашей планете. И это учение находилось в инстрии науки вплоть до 19 века. Но резкое забилие этого учения произошло, во-первых, из-за Фридриха Энгельса, который в своей предисловии к диалектике природы писал, что теория Кювье о предотерпеваемой земной революции была революционной на словах, а реакционной на деле. Этого было достаточно просто так хорошей грехом. А во-вторых, гипотеза Векенера объяснила, что все геологические процессы, известные геологам в 20 веке, происходящие на Земле, постоянно мы медлены на перемещении материков. Этого оказалось достаточно. И зачем? Кому-то надо было копаться, как правильно Георг заметил, в каких-то исторических геологических катастрофах. Да проще представить теорию Векенера, но на самом-то деле отрицание глобального катастрофизма, поднятие и затопление больших участков суфы действительно оказалось лужей. Потому что сейчас, я в свое время делал, года три назад, на эту тему доклад, известно 37 участков, которые в прошлом и настоящем поднимались на суфу и опускались в воду, причем достаточно быстро. Отрицание катастрофизма, кстати говоря, предсказанного в Кюге, и непонимание, что медленный этот самый древмобилизм материков, и с другой стороны, быстро протекающий катастрофизм, это две стороны одной медали, в смысле геологический процессор. И вот это непонимание привело к тому, что геофизика просто исключила это понятие катастрофизма, не требуя никакой доказательной базы. То есть такая постановка вопроса и точка зрения позволили снять с повестки дня вообще проблемы существования развития цивилизации. Раз никто не погибал, то какие были цивилизации? Ребята, вы о чем? Вот такая точка зрения. Другими словами, в науке произошел тихий переворот. Теорию Кюге просто заменили на теорию Вегенера, чтобы не заниматься чекотливыми вопросами. И еще один тщательно скрываемый аргумент, вот по словам академика-геолога, о котором мы сегодня говорили, Александра Гораницкого, это то, что признание Атлантиды будет признанием теории катастроф Кюге. А этого, как вы понимаете, наука делать совсем не спешит. Следующий догмат геофизиков заключается в постулировании ядра у нашей планеты. Еще вскоре нам показывают разрез земли со всеми оболочками, ядром сами учить земли. То есть логическое предположение о ядре внутри земли действительно имеет смысл. Не думать, что я его оспалил. Я просто говорю к тому, что прямых доказательств этому нет. Есть косвенные доказательства в виде графиков, как распространение сейсмических продольных и перечных волн, которые, кстати говоря, не всегда имеют однозначный результат. Ссылки геофизиков. Вот, ребята, мы бурим, а что ж вы до сих пор к этому не прислушивайтесь? Но их бурение скважин, это тоже не панацея. Она, на самом деле, несостоятельна, потому что, как указывает геолог Попов, возможности современных методов изучения глубин весьма ограничены. Все знают, допустим, что самая глубокая польская скважина имеет 12 хвостиков километров. А эти 12 километров, это всего-навсего 19 сотых процентов радиуса нашей планеты. И если представить это наглядно, то это толщина бумажки, которая временно оклеена обычной школьной глобус с изображением вот этих материков и океанов. То есть, грубо говоря, проследили бумажку, считаем, что мы все знаем о Земле. То есть, было бы честнее признать, что на современном уровне наука не имеет возможности напрямую доказать наличие ядра. И только предполагает его наличие, чем вот так ерзать, как ерзают наши геофизики. Теперь дальше астрономия. Ведь большинство профессиональных астрономов, занимающихся поиском неземных цивилизаций, считают, что да, неземные цивилизации, безусловно, есть, но они где-то там очень далеко. А раз они далеко, то ни радио, ни личный контакт с ними на данной стадии развития человечества невозможен. Либо затруднен. А раз затрудненно невозможно, значит, Земля не в древности, ни сегодня представители неземных цивилизаций не посещаются. Такая постановка вопроса тоже привела к искусственному игнорированию и отрицанию массы артефактов и наблюдений, фиксаций, в том числе приборных, многих аэрокосмических феноменов, НЛО, изучения контактной ситуации. То есть, но с другой стороны, есть уже быть и совершенно правдивым. То есть и само словосочетание неопознанное таящее объект как феномен, имеющий отношение к неземным цивилизациям, он тоже не доказан строго научным методом. Так что здесь, вот в этом, пока что, счет 0-0. Но с другой стороны, мы знаем некие загадочные артефакты. Допустим, о чем Скляру в свое время говорил, медный диск, допустим, как модель галактики, которая приписывается инком, находится сейчас в Национальном музее Чили. Ну, кстати говоря, это же самый диск. Понятно, что он изготовлен не пришедшими с ВЦ, и относится к каким-то древним развитым цивилизованным формациям. Но главное, чтобы сделать такой диск, как модель нашей галактики, для этого нужно иметь развитую космонартику. Сейчас же мы, допустим, галактику со стороны своих спутников или МКС сфотографировать не можем. Мы только предполагаем, что она выпуклая по аналогии с другими. Но для этого нужно мощный, сами понимаете, телескоп. Палеонтология. К сожалению, палеонтологи тоже предложили тенденцию доказать, предложили тенденцию не доказанную возводить в раме законченной теории. Существует, допустим, искусственная абсолютизация, другим словом я не назойдет, что, допустим, 65 миллионов лет назад от какого-то злющего метеорита перебил всех этих динозавров. И ныне это считается незыблемой истиной. На самом деле, ни одна из восьми существующих гипотез по поводу гибели этих самых динозавров не доказано. Отсюда и отрицание палеонтологами их невидение, в кавычках, более 600 свидетельств по всему миру о встрече с живыми ископаемыми, то есть, как говорили, языкозаврен, с неодинозаврами. Таким свидетельством можно отнести камни и кикаляция камбара. Но такая точка зрения тоже удобна, потому что не надо переписывать книги, не надо пересматривать заново историю эпохи динозавров. Биология, эволюция животного мира. Дарвин, еще основываясь на в те времена достаточно скудном фактическом материале, постулировал некое постепенное усложнение животного мира в виде эволюционного развития простого и сложного. Все очень здорово. И вот по Дарвину жизнь эволюции началась в воде, а потом вышла на сушу. Не все согласны с этим постулатом. К концу жизни и сам Дарвин начался сомневаться в собственной гипотезе. Вы, наверное, знаете, что он писал хотя бы по поводу глаза, что считал в высшей степени абсурдным, что может показаться предположением, что путем естественного отбора мог он образоваться в глаз со всеми его неподражаемыми изобретениями для регуляции фокусного расстояния, для регулирования количества поникающего света, для поправки на сферическую и хроматическую оперативную аграру. С другой стороны, сейчас действительно найдены остатки, как биологи считают, 98% отрядов позвоночных и 80% семей из позвоночных. То есть практически нашли все. Даже если какое-то обнаружилось еще недостающие отряды, что называется, хрен с ним, погоду он не сделан. Исследователи располагают уже полной картиной, какие, извините, скотинки бегали по земле миллионы лет назад. Сопоставление же вот этих найденных крупных останков древних животных, там животные, динозавры, летопитающие, показать, что эволюции как таковой не наблюдается. То есть одни грубо животные вымирали, им на смену, может быть, и внешние, похожие, приходили другие. Как бы ниоткуда. Но, по крайней мере, четких и одновременно постепенных эволюционных переходов между группами животных не найдено. Пример. Всем известно. Та же самая кистеперая рыба Целакан или Лазимерин. У нее нет эволюционных предков не потом, а на протяжении 360 миллионов лет назад. То есть еще аж до динозавров. Ставшая аксиомой, суждением, но опять-таки не доказана, что эволюция начала в сбудной среде, а потом вышла наружу. Ныне такая точка зрения, что встречает определенные трудности, и упомянутый, тут Белов об этом Бог и говорит. И как результат появилась иная точка, обратная, что эволюция животного мира, начавшись на сушу, а потом ушла в воду. Но почему-то никто серьезно не рассматривал вариант, что развитие могло происходить одновременно и на сушу, и на море. Причем пограничную переходную зону заняли амфибии, черепахи, лабиринтовые рыбы. То есть те группы животных, которые одинаково хорошо приспособились к стихии. Что, пять минут зацвали? И там, и там дышат. Ну да. Теперь биология человека. Общий тезис. Сегодня поддерживается большинство ученых, что человек произошел от обезьян. Очень здорово. Но это истинно, опять-таки, никем не доказано, поскольку нет главы. Переходного звена от обезьян от человека. И никто не спорит, что человек действительно биологически похож на человека. Но одновременно напоминает не его копию, а некий шарф. Максимальный интеллектуальный уровень обезьяны соответствует ребенку 3-4 года. Это еще хорошо поинтересовать перед этим надо. Дальнейшую эволюцию в сторону человека-обезьян, в сторону нас с вами, как человек разумный, тоже не наблюдается. И как по этому поводу очень ядовито, но справедливо заметил исследователь палеоконтактов Эрик фон Денике, вообще непонятно, зачем обезьянам надо было спускаться с деревьев. А если бы это произошло на самом деле, в таком случае у меня на деревне осталось ни одной обезьяны. эсотерикам высказывается подчеркнуто из древней легенды утверждения, что эти самые пенсианы явились боковым и проклованным результатом, простите, за французский, половых отношений земного человека с каким-то древним животом. Эта точка зрения объясняет отсутствие общего предка, но она также не доказана, хотя и может приносить какой-то отдаленный интерес. Но если поставить вопрос по-другому, что если считать обезьян результатом древнего биологического эксперимента по генетике, то тогда эту точку зрения можно очень легко проверить, если вы были заинтересованы генетикой, с помощью обратного моделирования. То есть, что надо сделать человеку, чтобы превратить его в обезьян. Это уже подход. Опять же, нет пока четких доказаний эволюции самого человека. Поэтому у некоторых исследований появляются догадки о возникновении человека вне эволюции, как искусственно принесенного существа. Появление с такой точки зрения продиктованной прежде всего плохой вписываемости возможности человека в дикий мир нашей природы. Подумайте сами, через скользкую разу мы улучшили траву-бугу, но еще ни одна собака, ни одна ковка подскользовавшись, еще травматологу не побежал. Дальше, медицина. Физиология мозга. За последние полвека, сами знаете, медицина в кое-чем действительно продвинулась, стала возможна лечение многих болезней, органов пересадка и так далее. Но только мозг, пока человек, с его огромной сложности, и пока что, я не боюсь этого слова, непознаваемость, не позволяет в настоящее время говорить о полной власти наоборот человека над болезнью. И одной из нерешенной загадкой мозга является хранение, память и хранение информации. Так вот догма современной науки звучит так, что разум находится в голове, а память в мозге хранится в виде каких-то материальных следов. Ура! Считается, что мозг человек способен хранить огромное количество информации. Вместе с тем, в клинической, медицинской практике накоплены десятки случаев механического повреждения мозга. И если сравнить мозг с жестким диском компьютера к охранилищам информации, то мы знаем, что при механическом повреждении того же диска удар, пули и тому подобное, потерянную информацию восстановить как правило невозможно. Это принципиально важный момент, потому что при аналогичных механических повреждениях человеческий мозг выживает. И на некоторое время он действительно находится в нерабочем состоянии, а потом человеку возвращается память. И если для восстановления работоспособности у компьютера необходимо заменить жесткий диск и снова скопировать запасные файлы, то возникает законный вопрос. А где эти запасные файлы находятся у человека? Находится это хранилище в человеческом организме? Где? В пятках? Или вообще в нью? И каким образом сам мозг ремонтирует сам себя? А может мозг вовсе не хранит всю информацию, а берет ее как бы извне, а в себя только перерабатывает? Вот при такой постановке вопроса все сводится к проблеме только восстановления мозга, но не к потере информации. Последнее. Релективистская механика. И уже в который раз приходится констатировать, что неоднократно повторяя ситуацию, теперь уже в области физики, что возведение недоказанной гипотезы в раме безупречной теории. Речь идет о конечности скорости света для материальных тел. Ведь в 905 году Эйнштейн писал, свет в курсоте распространяется определенной скоростью, независимой от движения излучающего тела. Искусственное, без прямых доказательств превращения гипотезов о конечной скорости света в теорию и постулирование этой точки зрения как необсуждаемую истину привело современную физику к застой. Но попутно оградила отдельные группы исследователей от неудобных вопросов. А чтобы неудобные вопросы вообще не задавались отдельными любителями правды, в 64-м году президент Академии наук СССР выпускает постановление, запрещающую критику относительно наук, критику теории относительности в науке, образовании и в академических изданиях. До сих пор я сам преподаватель через 34 года история повторяется уже в 98-м году уходит постановление Раэн о создании комиссии знаменитой ползе науки и фальсификации научных исследований. А ведь никому вне ли секреты комиссии не скрывает, что следует принципу. Все, что противоречит теории Энштейнной теории большого взрыва от февраля 1917-го года все, что противоречит медикаментозной медицине имеется в виду гомеопатии, все это является лжей наукой. Однако два профессиональных немецких физика в книге Реклина по частной теории относительности показали, что с 1905-го года было предпринято только пять попыток проверить правильность теории относительности экспериментальным путем. И все эти попытки дали неоднозначные результаты. Сейчас я не буду, это целая лекция. Так вот сейчас общая теория относительности используется действительно в масштабах планетной системы. Она действительно работает, когда мы рассчитываем орбиты спутников, то есть там, где скорости не превышают 30 тысяч километров в секунду. Да, 30 тысяч, говорите, вру, 100 тысяч километров в секунду. Однако на расстоянии космологических объектов, то есть в пределах Вселенной, или наоборот в другой край, существенно угла, но угла меньше, то есть где идет область квантовых явлений с участием элементарных чисиц, надежная проверка теория относительности невозможна. Более того, как теоретические выводы, так и наблюдательные данные вообще дают повод усомниться в том, что в этих крайних масштабах теория относительности в оригинальной форме вообще может быть применима. Ведь в 2011 году было экспериментально доказано группой оперы из Лебедевского фиана, что оказывается нейтрино пролетали в ускоритель дистанцию в 730 км на 60 наносекунд быстрее, чем скорость света. Есть другие по этому поводу любопытной публикации просто сейчас не до них. Так вот, общий вывод, что научные направления, о которых вышла речь, начинают сами себя изживать. По одной причине представители этих направлений боятся критически оценить то, что десятилетиями считалось сундаментальным открытием. Поэтому внутренне, сами чувствуя определенную слабину в этих апахальных достижениях, отдельные идеологи от науки вместо поиска новых подходов и исследований придумывают инквизиторские по сути структуры типа комиссий и штампуют запрещающие постановления, чтобы мы с вами как научная общественность не сомневались в величии возглавляемой науке. И вот когда сейчас говорил Георг, который совсем заканчивал, я сказал, что ситуация может измениться на мой взгляд с течением поколения. Кто-то может на эту тему возразить. Но я хочу сказать такую вещь, что попробовать при советской власти, допустим, поговорить всерьез об тех же самых лунных аномалиях. Тем не менее, харьковский радиоастроном Алексей Архипов впервые получил докторскую степень за полумными аномалиями. В данном случае он объяснил, что у какого кратора какие аномалии почему не объяснили. То есть потихоньку, очень медленно, как Петр Первый говорил, ракоподобно, но ситуация все равно меняется. Но будем надеяться, что в будущем, как уже говорил Горбачев, получится несколько ускорений этого процесса. Спасибо, я закончу. Субтитры создавал DimaTorzok